Сегодня у нас в гостях как раз такие творческие люди. В утреннюю студию пришел Александр Веретенников, художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии, лауреат международных музыкальных конкурсов и мастер игры на аккордеоне. Доброе утро! Рады приветствовать вас в студии. Вы не в одиночестве. Приветствуем также пресс-секретаря Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лунстрома. Андрей Аносенко, доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! С Андреем встречаемся в нашей студии часто. Он всегда приходит с замечательными гостями. Сразу же вопрос к Александру. Холодно на улице Крещения. Вы прибыли к нам в Забайкалье. Как вас встретили? Очень радушно встретили. Я когда летел в самолете, перечитывал Алые паруса Александра Грина. И как раз когда приземлялись, я смотрел на просторы Забайкалья. И, конечно, уже когда приземлились, было просто чудесное настроение. У вас, я уже заметил, площадь Ленина очень похожа с Хабаровском. Мне, конечно, впечатлило очень, как украсили. И вот эти вот потрясающие горки, которые, в принципе, похожи на горки из аквапарка. Вот, поэтому, конечно, настроение создается очень хорошее. Ну и никто меня так еще не представлял. Мастер игры на аккордеонику. Спасибо большое. Ну, нам радостно, конечно, слышать какие-то хорошие отзывы про наш город и наш декор. Аквапарк в другом агрегатном состоянии. Да. Что ж, Андрей, расскажите, сегодня у нас, вернее, завтра у нас стартует фестиваль. «Ступени мастерства» называется. Расскажите, о чем он, для чего он? «Ступени мастерства» — это, прежде всего, фестиваль для народников, для ансамблей малых, крупных. И в этом году мы решили провести его в два этапа. То есть первый этап — это школа творческих наставников «Маяк Победы», в которой вот как раз и принимает участие Александр. А второй этап — это непосредственно сам фестиваль именно народных инструментов, народных ансамблей, которые мы поддерживаем, стараемся популяризовать. Я думаю, вот по поводу первого этапа, да, школа творческих наставников подробно как раз расскажет Александр. Да, давайте тогда слово Александру сразу передадим. Да, я уже про сам фестиваль. Ну, мы, конечно, ждем с нетерпением, потому что рождается очень интересная история, когда наставники не только дают мастер-классы, но и выступают с полноценными концертами. Тем самым, с одной стороны, мы демонстрируем, каких результатов хотим добиться от учеников, с другой стороны, конечно, мотивируем, заряжаем энергией, чтобы дети с горящими глазами занимались любимым делом. И все педагоги, это, конечно, имеют большой педагогический опыт и стаж. Это флейтистка Ирина Сточинска, она преподаватель института имени Шнитки. Михаил Турпанов, преподаватель консерватории имени Чайковского. Александра Скрозникова, Дамриска. На протяжении многих лет занимается с детьми в музыкальной школе. Я лично планирую в основном какие-то раскрывать секреты исполнительского мастерства, потому что в Чите очень замечательные педагоги по аккордеону и баяну, и поэтому моя задача будет именно поделиться секретами исполнительского мастерства, помочь детям с какими-то сложностями как раз в исполнении. Ответственная миссия, самое главное полезная. Да, вот узнать эти секреты и как... Приходите на мастер-класс, мы вас ждем. Я так понимаю, помимо мастер-классов, еще сами преподаватели будут давать концерты. Вот сами участники, которые будут на мастер-классах, они могут посетить эти концерты? Да, конечно. У нас ждут три концерта. Это классическое «Наследие России», которое пройдет 20 января. Там мы исполним такие произведения, как «Время вперед» Сверидова, «Сюита в старинном стиле» Шнитке и другие великие произведения российских композиторов. 22 января в сопровождении ансамбля имени Будашкина, конечно, я лично их очень давно знаю. Мы исполним времена года «Астра Пиццолы» и «Антония Вивальди». 23 января мы представим в концертном варианте единственную в своем роде оперу танго «Астра Пиццолы» «Мария из Буэнос-Айреса». Ну и исполнители, конечно, вы уже сказали, лауреаты самых престижных международных конкурсов как раз в своем роде, в своих инструментах. Я уже их перечислял. Это Ирина Сточинская, Михаил Турпанов, Александр Скрозников. Ну и я аккордеонист Александр Перетенников. Поэтому, конечно, мы всех ждем с нетерпением. Андрей, надо напомнить, как можно найти билеты, где все пройдет, какое время. И напомнить еще, что у нас продолжится в фестивале в феврале. Будет еще два концерта, а также мастер-классы. 11 февраля состоится концерт малых ансамблей. То есть это школы, ДШИ, какие-то дуэты. Ну, не какие-то инструментальные дуэты. И 12 февраля в 16.00 состоится уже большой концерт, галоконцерт всех участников, в том числе ансамбль имени Николая Будашкина, нашей филармонии. И нашего специального гостя, это Андрей Горбачев, профессор Гнесиных, да? Да, с Гнезиным Гнесиным. Да, то есть это будет большая интересная программа. А 13-го состоятся уже мастер-классы по балалайке, вот именно от Андрея Горбачева. Все билеты доступны в рамках проекта «Пушкинская карта». Их можно приобрести в кассах в филармонии, также онлайн. Специально для школ творческих наставников и всего фестиваля мы подготовили мультисылку, по которому можно перейти, посмотреть все концерты, ознакомиться с описанием, с участниками, с преподавателями. То есть подробно вся информация в социальных сетях филармонии подписывайтесь и следите. То есть на мастер-классы, которые начнутся уже завтра, еще можно записаться? Да, мастер-классы бесплатные. Так что все музыканты, которые как-то пропустили, упустили информацию об этом мероприятии, есть еще возможность записаться. Вот, к слову говоря, вчера с Егором обсуждали, насколько долго вообще живет музыка. Понятно, что варианты поп, да, они когда-то уходят, конечно... Достаточно быстро, надо сказать. Быстро уходят. Классическая музыка, она, конечно, вечная, да, вот в каком, можно так сказать, состоянии сейчас она находится. И вот мы вот как раз обсуждали такой момент, что вот как прививать молодежи любовь к классической музыке? Существуют некоторые теории, когда говорят, ребенку с самого рождения нужно включать классическую музыку, и таким образом у него сформируется высокий какой-то музыкальный вкус. Вот так это или нет? Мы просто очень хотели эксперт этот вопрос задать. Ну, я думаю, вариантов очень множество. Если ребенку включать классическую музыку, почему бы нет? Тут главное не переусердствовать, нужно наблюдать за тем, насколько нравится ребенку та или иная музыка. А что, если говорить о классической музыке, это главное свойство вообще классической музыки, вы правильно сказали, она живет вне времени. И почему она актуальна? Она актуальна во все времена. И очень часто говорят, что классические композиторы писали музыку так, как уже другие композиторы стали писать спустя сто лет. То есть обычно классические композиторы видят примерно на сто лет вперед. И как раз классическая музыка не подчиняется законам времени. А вот сегодняшняя музыка, которую пишут композиторы, станет ли классической, вот здесь, конечно, решает время. О, вот так вот. Да, вот. Хиты однодневки, скажем так. Можно сказать, что все-таки возвращается все на округе своя, и люди больше интересоваться стали классической музыкой. Сейчас же модно быть просвещенным таким человеком. Если честно, классическая музыка интересовала людей всегда. То есть нельзя так сказать, что вчера классическая музыка меньше интересовала людей, сегодня больше. То есть классическая музыка, она действительно как актуальна была сто лет назад, так актуальна и сегодня. Поэтому все будет жить вместе. Сейчас существует множество механизмов привлечения в классическую музыку. Допустим, те же виртуальные концертные залы, которые работают у нас по районам края. В Зазобайкальской филармонии есть виртуальный концертный зал. То есть там можно посмотреть концерты мастеров, профессионалов, погрузиться. Можно использовать современные ресурсы для привлечения, вовлечения в эту классическую музыку. То есть популяризация любыми методами. Вот так. Современными. Да, спасибо вам большое. Большое спасибо. Действительно, перебью Егора. Настолько интересно. Егор привык. Настолько интересная получилась беседа. Спасибо вам большое, Александр, за то, что вы нашли время в вашем плотном графике. Нас пустили. Вы приходите обязательно еще. Будете приезжать. Мы всегда вас ждем. Андрей. По-прежнему дружим? Приводите к нам интересных гостей. Обязательно. Вам хорошей программы. Хорошего дня. До встречи. Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья. Мы продолжаем.